Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Я делал скринкаст о LastPass, советовал его, но с марта LastPass становится платным, если используется на разных устройствах. И для многих становится актуальной тема переезда. Вот, кстати, LastPass нас предупреждает о том, что скоро придется делать выбор. Я выбор свой уже сделал. Сначала нужно забрать отсюда базу данных паролей. Находится это вот здесь, в расширенных опциях. Здесь нам нужен экспорт. Вводим мастер пароль. И вот дальше, честно говоря, меня LastPass удивил. Причем я уже качал базу, и насколько помню, он дает скачать именно CSV. А тут видите как. Может быть какие-то временные сбои, может браузер, не знаю. Но в любом случае это CSV, и если вы просто скопируете содержимое и добавите в блокнот, а блокнот сохраните с расширением CSV, никаких проблем не возникнет. О том, что такое CSV и как с ним работать, у меня есть скринкаст. Ссылка в описании. Итак, база есть и давайте импортируем ее сначала в Keepass XC. Кстати, у меня есть скринкаст по Keepass, ссылка также в описании. Там я рассматриваю просто Keepass, сам при этом пользуюсь XC. В целом внешне они мало различаются, так что смело ставьте XC, скринкаст вам в помощь. Тут нам нужна база данных и импорт. Находим наш файл CSV и создаем новую базу. Опять же не буду рассказывать, в скринкасте все про это есть. И вот. CSV он подхватил, все нормально, но столбцы в Keepass не соответствуют столбцам в LastPass. То есть теперь нам надо руками перевыбрать столбцы, благо тут все по-русски и понятно. Группы это папки, ну или grouping в LastPass, это у нас столбец 1234567, дальше заголовок, это у нас название name, это шестой столбец, ну и так далее. Единственное он не перекидывает то, что заменено местами. Ну то есть вам придется действовать или наугад или по памяти. А лучше записать сначала в каком столбце что. В общем все мы поменяли, все соответствует разметке Keepass XC и можем нажимать ок. Да, все ок. Вот она база данных, все разложено по папочкам. Здесь все тоже соответствует графам. Видно, что примечание он тоже подхватил. Зайдем. Да, подхватил, все нормально. Теперь небольшой лайфхак. Многие любят Keepass за то, что база хранится у вас, и это дополнительная гарантия безопасности. Но недолюбливают за то, что вы ограничены в мобильности. Мне кстати мобильность нужна и я сделал так. Положил базу данных на свой Google диск и на всех устройствах добавил автосинхронизацию. Ну то есть все изменения автоматически сохраняются на Google диске. А значит моя база доступна с любого компьютера, на котором установлен Keepass и есть доступ в интернет. Причем всю чувствительную информацию я храню в папке, защищенной дополнительно криптомотором. О криптомоторе тоже есть скринка, ссылка также в описании. А значит и базу ключей я тоже храню в этой папке. То есть это вторая линия обороны. Сначала нужно разблокировать папку, потом запустить кипас и разблокировать базу. У этого есть недостаток. Криптомотор под мобильные платный. Мне пароли на мобильном не нужны, я чаще с десктопа, но если вам нужны, либо покупайте криптомотор, либо храните базу просто на диске. Она в любом случае шифруется и очень надежна. То есть и одной линии обороны в данном случае будет достаточно. И сейчас очень быстро расскажу, как добавить базу в Bitwarden. Скринкаста у меня по нему нет, может быть сделаю, если попросите в комментариях, но мне кажется можно с ним разобраться и самостоятельно. Тут нам нужны инструменты и импорт данных. Тут есть даже конкретный формат LastPass CSV и указываем где лежит база. Все, он подхватил вообще идеально, даже иконки все проставил. Ну на всякий случай конечно лучше перепроверить, выборочно несколько записей. А теперь последний штрих, надо удалить аккаунт LastPass. Ни к чему лишним аккаунтом с паролями болтаться в сети. Тут у меня есть небольшая паранойя. Существует одна тысячная доля процента, что бэкапы у них где-то сохраняются даже в случае удаления. Это паранойя, не относитесь серьезно, но я пробежал по всем важным аккаунтам и просто изменил пароли. Чуть-чуть. А потом уже удалил базу. Кстати не нашел как удалять из интерфейса, но первая же ссылка в гугл, вернее вторая вела вот сюда. Это сайт LastPass и я тут авторизован. И здесь есть delete permanently, то есть навсегда. Очень много раз нас просят одуматься, но я не преклонен. А самый последний шаг, и тут вот прямо три восклицательных знака, нужно удалить скачанную в CSV базу данных. Удалить отсюда и из корзины по меньшей мере. Вот таким вот образом как улитка со своим домом вы можете путешествовать со своими паролями по разным сервисам, когда они что-то там новое напридумывают. Все любите друг друга. Вот сейчас очень настоятельно рекомендую. Пользуйтесь менеджерами паролей. Это первое правило цифровой гигиены. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.